всем привет с вами шима радовить вас на своем канале у нас сегодня очень солнечный день сейчас пойду будить кирюху доброе утро доброе утро кирюша ты выспался зайка ты как всегда в хорошем настроении стоишь почитала ваши комментарии к видео где я вам говорю о своих планах на канал где прошу вашей помощи совета вернее скорее и очень вам благодарна что столько комментариев сотни комментариев и оставили и смогли посмотреть это видео несмотря на ужасающий звук который там был это на худший звук вообще всех моих видео видимо волосы попадали как-то на микрофон и вообще уже говорила что микрофон меня замучил меняла несколько раз первый раз когда его купила почему покупать на ту же модель потому что в этой ценовой категории он наверное самый лучший первый я купила звук был великолепный мне даже в редакторе не приходилось менять потом он сломался почему-то он стал шипеть и в редакторе я вытягивала и оставшиеся которые я покупала были такие же поэтому больше петличек не хочу я знаю что есть сенхайзер очень хорошие радио петлички но я не хочу петлички вообще наверное все таки потому что опять буду записывать видео все время у меня что-то попадет там на кофту будет тереться либо волосы видео можно выкинуть поэтому я хочу наверное микрофон пушку скорее всего я буду брать микрофона рот про вы напишите пожалуйста комментариях если кто-то пользовался свои вообще мнения об этом микрофоне ну вообще кто в принципе обычным даже рот пользовался но в основном конечно буду его использовать именно для записи внутри помещения когда я буду записывать себя вот так вот сидя перед камерой то есть вы понимаете чем я говорю когда такие постановочные назовем их так видео также у меня уже сформировалось мнение о вот этой камере на которой снимаю сейчас я честно скажу в полном восторге и у блогеров конечно классное очень видео но я не могла по ним понять возможности этой камеры то есть мне было непонятно что она такая какая-то хорошая мне казалось что соника лучше но сейчас я снимаю так вот я сравнила именно одну с другой рядом вывесила с этой камеры уже влог посмотрела как это выглядит качество картинки причем сравнила в плохом освещении в хорошем освещении и сейчас я могу сказать однозначно лучше конечно берите вот эту канон чем сонику и она компактнее не надо все время мучиться что в руках вот этот как это кэп или как это называется закрывашка для крышка короче для объектива не надо все время мучиться что она у вас куда-то потеряется мне все время приходилось ее в руках носить половину времени я просто ее не брала с собой чтобы нигде не потерять компактность и можно на моноподе не парясь использовать у меня самый самый дешевый монопод китайский и нормально вот сейчас я сижу с ним разговариваю из-за этого так не увеличивается нос на все лицо конечно он немножко увеличивается но не так чтобы вообще невозможно было на себя смотреть тоже на соньку когда я рукой вот так и держала я просто не могла следовать эти видео тоже минус вот такого размера там все лицо искажено на себя человек не похожи это не могло не раздражать и она несмотря на то что она очень красивое размытие делает сонька делать размытие нам лучше но вот это тоже немножко размывает конечно но не так как сонька сонька прям вообще можно убрать весь задний фон и будет человек впереди как зеркалки профессиональные делают особенно фотографии фотографии на соньку потрясающе но на эту я фотографировала именно в движении на автомате я ничего не выставляю на автомате кирюха там прыгал прыгал бегал я его смогла отфотографировать так что вообще ничего не смазалось и это очень очень круто даже в условиях плохой освещенности фотокамеры это конечно отдельная тема но если говорить о влог камере о камере которую вы с собой можете брать везде которая должна быть удобная компактная и хорошего качества то конечно вот это наверное получше хотя на соньки намного лучше звук вот здесь он такой немножко глуховатый на соньки звук обалденный то есть какой бы ни был поезде я еду ветер еще что-то какой-то вообще шум сильный если я прям рядом с ним стою мой голос абсолютно четко слышно все пошла я будить кирюху а то он уже у меня там выступает проснулся там мама папа начинает разговаривать провела я сейчас урок по скайпу по на тему масло время сейчас а минут 20 назад уже кирюх стал проснулся не писал маслом на раз институтских времен и было очень неприлично писала на бумаге чтобы не тратить не переводить так сказать не холсты не картон бумагу просто промаслила оливковым маслом и она и она не впитывает масло из масляных красках то есть у нас пигмент не остается таким сизым глаза боялись руки делали но в принципе мне кажется неплохо за 45 минут написать эти дик быстренький это нормально но главное конечно это было объяснить какие-то там моменты которые ученицы были непонятны поэтому мы как-то на них акцентировались ведение тюдов ведение работы что такое подмалевок и как потом наращивать детализацию цвет то есть было все на эту тему ну что ж перехожу к готовке как выяснилось что вы это очень любите эту тему готовлю каждый день снимаю редко теперь буду снимать чаще и сейчас буду делать блюдо под названием я его слепила из того что было но мною тем не менее очень любимое это будет овощной рагу из баклажанов с цукини иногда даже без цукини я его делаю просто с помидорами томатной пастой можно с чем угодно то есть это такое блюдо блюдо элементарное которое много времени не надо и тут у меня фарш потому что буду я все это делать не просто баклажаны а баклажаны с фаршем отдельно буду жарить на одной сковородке фарш с луком и болгарским перцем потому что мне очень нравится какой вкус приобретает фарш и кстати картошку я очень люблю жарить именно с болгарским перцем либо грибами тут кстати тоже фарш можно с грибами вместо болгарского перца делать лук у меня к сожалению только половинка осталось что есть магазин и телень и отдельно на другой сковородке пожарю зеленью баклажанчики с томатной пастой на самом деле очень вкусно будет даже если их просто жарить сами по себе с кетчупом тоже очень вкусно получается но я хочу это дать кирюхе поэтому кетчуп конечно добавлять не буду ну что ж вот я и нарезала баклажаны с цукини я вот такой пучок зелени я добавлю в самом самом конце когда уже баклажаны будут готовы как понять что они готовы просто они уже будут такие более темного цвета но вы и сами думаю знаете как выглядит готовый баклажан там у меня готова сковородка для моего фарша с перцем сначала я займусь этим потому что баклажаны готовятся намного дольше чем перец сейчас после того как я все нарезала у меня уже как вы видите разогрета сковородка надо это все дело мешать и туда добавлю сразу томатную пасту чеснок как можно больше чеснока чеснок и баклажаны это вообще великолепное сочетание также как в курице чеснока много не бывает я вообще его люблю черный перец соль добавлю самый последний момент когда отложу кирюхи его часть наше все естественно сразу посолю все перемешала так же кстати мне очень сильно помогает если немножечко воды доливаю неважно из под крана и кипяченый все равно немножко добавляю воды и она сразу начинает все равномерно паром прогреваться и я могу закрывать крышкой также легче намного перемешать какую зелень добавлять добавлять обязательно именно петрушку кинзу кстати тоже можно петрушка дает обалденное сочетание вкуса я имею ввиду баклажан петрушка и чеснок и вот в конце надо добавить чтобы был сильный вкус петрушки и чем больше петрушки тем лучше конечно и укроп можно любую зелень на петрушка она не должна свариться то есть она должна быть чуть-чуть такая в тепле иногда и можно даже класть когда уже все готово просто нарезать засыпать а потом уже подавать на тарелку и даже можно и в тарелку забросила я жарится фарш сейчас пусть он немножечко снизу поджарится и я его буду мешать чтобы он был такой обжаренный на большом огне обычно готовлю тут у меня все пока тушатся и пока все тут жарится и за этим не надо наблюдать ближайшие минут 5-7 я буду кормить кирюху параллельно попивать свой чайок ну что мы покушали наша любимая еда лаваш лаваш или хлеб или какие-нибудь печенье это у нас самое-самое я ему даю всегда пусть только как он хорошо покушает тогда он получает иногда конечно он глянчит я с собой беру в дорогу если я знаю что тяжелая какая-то дорога предстоит ну там магазин надо срочно поехать или по делам или к врачу я с ним хожу тоже к врачу потому что мне его оставить не с кем когда куда-то надо ехать я тоже с собой беру что-то хлебное можно быть спокойной как я поняла из ваших комментариев любимая это как раз готовка то что собственно не нравится кирюша лондон по лондон у меня очень много видео на канале по разным местам лондона по вообще великобритании по шотландии по ирландии тоже есть несколько видео так что вы там посмотрите но конечно я понимаю что вы имеете ввиду что вам интересна именно рутинная жизнь тем временем у меня фарш почти готов хочу чтобы он немножко поджарился не сильно но поджарился мне тоже все это дело надо помешать баклажанчики еще светловатая я думаю еще минут 20 надо стоять тут вот так вот быстро ломтями я большими нарезала это очень удобно тут тоже я особо не мельчишу почему в двух сковородках то что видите в два раза и то и то у нас ужарилась поэтому будет как раз одна целая сковорода тем более очень люблю баклажаны я и кстати люблю есть холодными вот с черным хлебом холодные баклажаны от просто чума вот и готова моя еда сыпала я уже свой фарш сюда баклажанчики пять минут это все тут постояла вместе чтобы пропитаться соком и сейчас я ножничками нарежу зелень чего сладкий мяч он причем мама и мяч он горит почти одинаковых мя-мя-мя-мяч иногда его называет болт да кирюш там вот лежит гигантский шлюпанец это моя мама и рода любит у них ходить по поводу смешивания можно смешивать можно не смешивать кому как нравится мне нравится смешивать там осталось чуть больше чем надо и я с этим скорее всего сейчас себе сделаю что-то типа буррито то есть в лаваше с авокадо красота вот и буррито у меня теперь готова на самом деле я предпочитаю с авокадо и семга это все делать и лимонным соком но сейчас так как у меня остался фарш я использую именно этот фарш как раз перекушу это очень очень сытная на самом деле блюдо вот это такое у меня муж ест как слон но вот такой он фигней наедается две он съедает когда он очень голодный как я уже говорила лучше конечно помидорчик или огурчик сюда положить чтобы сочнее было это все дело но сейчас его нету думаю так будет вкусно сейчас заверну все это дело и пойду кушать сейчас день стал длиннее к нам наконец-то стало заходить солнце свет такой приятный закатный ну что ж пришел наш папа с работы сейчас буду кормить его и кирюшу на этом с вами прощаюсь желаю всем отличного настроения до новых встреч пока пока пока